Друзья, всем привет! Сегодня сделаю обзор довольно простой кухни в квартире, которая делась без дизайна проекта на вкус заказчика. Здесь у нас простая отделка, но хорошая сантехника, хорошая электрика, натяжные потолки, плитка на полу, обои на стенах, двери в один стиль с плентусами по всей квартире. И кухня довольно простая, но практичная. Здесь стоит техника Ханза и Бош, как видите, вытяжка Бош, в которой вы выдвигаете и включается свет. Варочная панель Бош, столешница из искусственного камня. Я считаю, что это лучший материал на данный момент для столешницы, потому что довольно лесостойкая, на ней не видно царапины, легко реставрируется, делается без стыков. Поэтому акриловый камень, кварцевый камень искусственный, это лучшее решение на данный момент по-любому. Понятно, что он стоит денег, но прослужит точно гораздо дольше, чем ДСП или натуральный камень. Внизу у нас фасады из ЛДСП темного цвета открываются, где за ручек, да, модные сейчас открывания. Верхние у нас нажимные, нажимаем, открывается, все довольно понятно и просто. Вытяжка спрятана от веншахты за натяжным потолком и выходит сразу же у нас вот таким вот образом. И спрятана за коробами, то есть мы ее не видим. Холодильник не встроенный, потому что многие не любят встроенные холодильники из-за того, что они не глубокие. Сверху сделана антресоль над холодильником, натяжные потолки со скрытыми карнизами, на полу керамогранит с теплым полом. И фартук сделан из шеркформатного керамогранита. Естественно, когда сначала мы устанавливаем кухню, потом собираем фартук. Тогда плитка находит на столешнице, тоненькой полоской силикона и не надо никаких клинтусов. Единственное, что мне очень нравится, это решение заказчика таким образом оставить фартук. Здесь, чтобы отторез был красивый, возьмите на вооружение, мы использовали алюминиевую полоску. Она заподлицо приклеена на керамогранит и довольно красиво смотрится, аккуратно с обоими сочетается. На мой взгляд, когда вы плитку таким образом стыкуете с обоими покрасками, вот такая алюминиевая полоска, даже не Г-образная, а просто полоска, это лучшее решение, чтобы это стыковать. Но, еще лучше было бы, наверное, плитку довести до двери, потому что столешница дошла до двери, плитка могла бы дойти до двери, но тогда бы здесь эта плитка немножко выпирала, потому что она толще, чем наличник. Еще одно решение, когда вы таким образом оставляете шкафчики, что вы можете сделать? Вы можете всю эту стену покрыть керамогранитом, но это уже обойдется вам дороже. С другой стороны, заказчик рассчитывает на то, что в этом месте будет висеть телевизор, и по сути, почти вся эта часть, этот внешний угол, будет этим телевизором перекрытым. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь к этому решению, как бы вы здесь решили, как бы сделали, продлили бы это до конца, либо бы всю стену собрали из керамогранита, раз уж так, либо, может быть, стоило сюда какой-то повесить полочку, шкафчик, чтобы вот этого у нас примыкания не было. Ну, или вас, так же, как и нашего заказчика, устроят, что в этом месте будет телевизор, и он как бы все закроет. Вот такой вот обзор по кухне, пишите свои вопросы, задавайте, ставьте лайк за это видео, до новых встреч, пока-пока!